Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на канале Дарвинский музей Дети. Я, как обычно, отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечаю на вопрос нашего подписчика Фотогудок, который был задан к видео про рыб пил. У нас на канале есть замечательное видео. Если вы еще его не видели, обязательно посмотрите, зачем рыбе пила. Итак, в чем же состоит вопрос? Интересно было бы продолжить их теопроизводственную тему. Рыба-молоты, рыба-мечи и иные представители столярно-кузнечного искусства. Ну что ж, давайте начнем с рыб-молотов. Кто это такие и что особенного в этих животных? Ну, если сказать по-научному, то рыбы-молоты называются молотоголовые акулы. И это особое семейство акул, отряды кархиринообразные. Встречаются они в теплых тропических и субтропических водах, чаще на небольших глубинах, где-нибудь на шельфах материковых, у берегов, но иногда встречаются и в открытом море. Для них характерно расширение головы, которое получило название оцефалофойл. Давайте немножко поговорим об их эволюции. Долгое время считалось, что предками молотоголовых акул была какая-то акула с классической формой головы. И в процессе эволюции постепенно голова уплощалась и расширялась, что и привело к формированию того самого оцефалофойла или молота. Согласно этой теории, получается так, что та акула, у которой самый большой молот, она должна быть самой продвинутой и самой эволюционно более новой. Но в последние несколько лет были проведены филогенетические исследования, изучены митохондриальные и ядерные ДНК этих животных. И оказалось, что все совсем не так. Оказалось, что самой базальной, то есть близкой к предковым формам, является как раз большеголовая акула, у которой самый большой размер молота. То есть, скорее всего, все-таки предки молотоголовых акул уже имели расширенную голову и, собственно говоря, впоследствии у многих видов размер головы даже, скорее всего, мог уменьшиться. Молотоголовые акулы – это семейство, в состав которого входят два рода. Один род представлен всего лишь одним видом. Называется этот род эосфира, и в него входит единственный вид – это та самая большеголовая акула. Но, пожалуй, это самая такая харизматичная из всех молотоголовых акул. Дело в том, что у нее действительно молот совершенно фантастического размера. Если сама рыба не очень крупная и достигает длину максимум 2 метра, то длина ее молота может составлять почти метр, то есть примерно 50 процентов от длины тела. В общем, выглядит животное весьма специфически. И не случайно эту акулу называют еще крылатой или крылоголовой, потому что действительно эти большие лопасти напоминают крылья самолета. Зачем же акулам молотом, собственно говоря, их молот нужен, и как они его используют, и какие преимущества он, собственно говоря, им может дать? Ну, во-первых, такая большая голова, на ней размещены различные органы. В первую очередь, давайте вспомним о глазах. Глаза у молотоголовых акул расположены по самым краям ее молота, и, соответственно, чем шире молот, тем дальше друг от друга стоят глаза. И большеголовая акула в этом смысле превосходит всех других своих собратьев, потому что ее глаза расставлены максимально широко, и это позволяет иметь ей достаточно большой угол стереоскопического зрения. Он составляет 48%, и это рекорд среди всех рыб и среди всех акул, в том числе и других молотоголовых акул. Это очень важно для хищника, потому что, конечно, зрение позволяет этой акуле выслеживать своих жертв. Кроме того, большеголовых акул благодаря такому широкому молоту самые большие ноздри, и они тянутся практически вдоль всей головы. И центры этих ноздрей друг от друга достаточно широко расставлены, и поэтому можно сказать, что у акулы не только стереоскопическое зрение, но еще и стереоскопическое обоняние, потому что благодаря широко расставленным ноздрям она прекрасно может понимать, с какой стороны находится источник запаха, и это, согласитесь, для охотника тоже очень и очень важно. Как у других хрящевых рыб, у молотоголовых акул очень развитые электрорецепторы называются эти органы ампулами лоренцини, и устроены они следующим образом. На поверхности кожи есть особые поры, заполненные желеобразным веществом, которые проводят электрические импульсы, и эти поры заканчиваются такими утолщениями в виде ампул. Эти ампулы очень хорошо иннервированы, и, соответственно, они чувствительны к электрическим импульсам. Кстати говоря, вот у пилорылов тоже эти органы присутствуют, в основном ими снабжена нижняя часть рострума. Ну а у молотоголовых акул, соответственно, ампулы лоренцини в большом количестве находятся на нижней части головы. И вот широкая голова, соответственно, большая площадь, на которой можно разместить множество этих ампул лоренцини, и эти электрочувствительные органы совершенно необходимы молотоголовым акулам для того, чтобы успешно охотиться. Любое живое существо, которое движется, у которого сокращаются мышцы, оно производит электрические импульсы. Эти импульсы очень слабые, и мы с вами их никак не ощущаем, а вот акула ощущает их прекрасно, и даже если какое-то животное находится, например, под слоем песка, это совершенно не препятствие для молотоголовой акулы. Итак, большеголовая акула, ну, самая, наверное, интересная, самая потрясающая, но акулы из другого рода молотоголовых акул, которые называются сфира, тоже не менее интересны. Именно к этому роду относится, например, самая крупная молотоголовая акула, которая так и называется гигантская. И эта акула достигает в длину 6 метров и даже больше. Такие, согласитесь, довольно внушительные размеры. Эта акула довольно серьезный охотник. Вообще все молотоголовые акулы обладают длинным стройным мускулистым телом, они очень подвижные, они необычайно маневренные, и они способны совершать довольно быстрые развороты. Кстати, считается, что этому как раз способствует их необычная форма головы, не терять устойчивость при быстрых резких разворотах. Гигантская молотоголовая акула известна тем, что она нередко охотится на скатов, а особенно на скатов хвостоколов, на которых не охотятся другие хищники. Как мы знаем, скаты хвостоколы опасны. Их шип снабжен ядовитой железой, соответственно, укол шипа хвостокола достаточно опасен для многих животных. Он опасен для человека. Известны случаи, когда, например, дайверы гибнут от встречи с шипом хвостокола. И, соответственно, во рту некоторых гигантских акул-молотов найдено порядка 60 шипов хвостокола. И похоже, что эти шипы совершенно не приносят акулам никакого вреда. Молотоголовая акула гигантская, когда охотится, она охотится чаще всего близко ко дну. И она поворачивает свою голову. И эту голову можно сравнить, наверное, с металлоискателем. Она чувствует электрические импульсы и таким образом обнаруживает, например, спрятавшуюся под слоем песка ската. И она этим молотом как бы прижимает ската и не дает ему ускользнуть. И, в общем, довольно неплохо справляется даже с такой непростой для других хищников добычей. К этому же семейству относится и самая маленькая молотоголовая акула, которая называется круглоголовая акула-молот. Она самая редкая, самая малоизученная. И длина этой акулы составляет всего-навсего около 90 сантиметров. Ну, то есть вот такая вот миниатюра. Водится эта акула в Тихом океане у берегов Центральной и Южной Америки, от Мексики до Перу. Пока еще недостаточно сведений, увы, об этом животном, потому что встречается оно достаточно редко. Ну и еще об одном виде акул хочется сказать. Называет этот вид малоголовая молот-рыба или акула-молот. По-другому еще называет ее акула-лопата. Когда вы посмотрите на нее, то вы сразу поймете, откуда вот это второе название акула-лопата. Почти акула-мотата. Потому что действительно ее форма головы никак не тянет на молот, а скорее напоминает садовую лопату. Этот вид интересен тем, что совсем недавно были проведены исследования, которые показали, что эта акула всеядна. Долгое время считала, что все акулы исключительно хищные и, пожалуй, наиболее хищные из всех других рыб. Но оказалось, что у акулы-лопаты или малоголовые акулы-молот в желудках обнаруживают довольно большое количество водорослей. У некоторых экземпляров обнаруживается более 60% водорослей в желудках. И, соответственно, у ученых возник такой вопрос. Они просто случайно заглатывают эти водоросли по ошибке, когда охотятся на каких-то животных? Или все-таки они способны эти водоросли переваривать? Потому что согласитесь, заглотить и переварить это не одно и то же. И ученые провели исследование. Они поймали несколько особей молотоголовых акул. Они кормили их на 90% водорослями, которые были помечены особым изотопом углерода. И лишь 10% их диеты составляли головоногие. Эксперимент продолжался довольно длительное время, 3 месяца. И через 3 месяца ученые провели исследование, собственно говоря, усваивали ли эти животные водоросли, которыми их кормили. И оказалось, во-первых, что все акулы в эксперименте набрали вес. То есть диета была для них вполне подходящая. А кроме того, оказалось, что в их организме содержался тот самый изотоп углерода, которым были помечены водоросли. То есть они реально не просто заглатывают эти водоросли, они их переваривают. Хотя в целом, конечно, пищеварительный тракт акул больше приспособлен к белковой диете. Поэтому, по всей видимости, в их пищеварительном тракте живут некие бактерии-симбионты, которые помогают расщеплять целлюлозу и использовать питательные вещества из такой не совсем привычной для акул пищи, как водоросли. Так что, видите, жизнь все время преподносит какие-то сюрпризы. И мы узнаем о животных что-то еще новое, что не перестает нас удивлять. Ну что ж, друзья, мы разобрались с вами с молотоголовыми акулами. Выяснили, что среди них есть даже акулы-лопаты. В следующий раз, пожалуй, я расскажу вам еще об одном интересном виде, который называется рыба-меч. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Спасибо вам большое за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк. Пишите в комментариях свои новые вопросы. Мы будем стараться на них по мере возможности интересно отвечать. Ну и ждем вас в музее. Приходите, у нас всегда есть что посмотреть нового и интересного. Всем хорошего дня! Тара-тара-там, тара-там, тара-тара-там, тара-тара-там, тара-там, тара-там. Ой, господи, помоги. Это какой-то кошмар. Дарвинского музея это особенно уместно. Приходите к нам в выходные, тогда вы поймете, что сейчас музей тихо.